Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Одно из ранних объяснений состояло в том, что в среднем слое, хромосфере, магнитные волны проявляют силу, которая разделяет плазму Солнца на различные компоненты, так что только ионы и частицы переносятся в корону, оставляя нейтральные частицы позади, что приводит к накоплению. Во внешней атмосфере железа, кремния и магния, теперь исследователи объединили наблюдения телескопа в Нью-Мексико, США, со спутниками, чтобы идентифицировать связь между магнитными волнами в хромосфере и областями большого количества ионизированных частиц в горячих источниках внешней атмосферы, различный химический состав внутреннего и внешнего слоев Солнца был впервые замечен более 50 лет назад. Разница в составе при этом удивительна, учитывая, что слои физически связаны, и что вещество короны происходит из самого внутреннего слоя, фотосферы, благодаря уникальной комбинации наземных и космических наблюдений за солнечной атмосферой, проводимых почти одновременно, стало возможным окончательно обнаружить магнитные волны в хромосфере и связать их с обилием элементов в короне, которые не встречаются во внутренних областях Солнца. Идентификация процессов, формирующих корону, имеет решающие значения, поскольку мы пытаемся лучше понять солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящий от Солнца, который может разрушить и повредить спутники и инфраструктуру на Земле. Наши новые открытия помогут нам проанализировать солнечный ветер и проследить его до того, откуда он исходит в атмосфере Солнца. Доктор Дебора Бейкер, UCL Space Acclimate Physicus, существование магнитных волн, колебаний ионов, движущихся в определенном направлении, было впервые теоретизировано в 1942 году и, как считается, вызывается миллионами нано-вспышек или мини-взрывами, происходящими в короне каждую секунду. В результате исследовательская группа проследила направление волн, моделируя диапазон магнитных полей, и обнаружила, что волны, отражающиеся в хромосфере, похожи, магнитно связаны с областями большого количества ионизированных частиц в короне. Разница в химическом составе между внутренним слоем, фотосферой и короной, это особенность не только нашего собственного Солнца, но и звезд по всей Вселенной. Таким образом, наблюдая за нашей локальной лабораторией, Солнцем, мы можем улучшить понимание Вселенной далеко за ее пределами. Доктор Марко Стангалени, Итальянское космическое агентство и Национальный институт астрофизики в Риме исследователи говорят, что их результаты создают основу для будущих исследований с использованием данных Solar Orbiter, миссии Европейского космического агентства по получению изображений Солнца крупным планом. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.